Здорово, ребятки! С вами Андрей, со мной Санёк, и мы продолжаем путешествовать по великолепному серверу Absolute Roleplay. Санёк, здоровайся! Привет всем, друзья! Это Саня Старгейм. И да, чуваки, мы уже являемся официальными жителями штата Absolute, как говорится. Вот так вот я начал, так скажем, побырику, дабы не тянуть время. Собственно, что это значит? Мы получили паспорта в этой мэрии, ну, в обычной мэрии, и теперь, короче, мы опасные негры. Причем мы негры-братья, так сказать, потому что у нас скины одинаковые, только одежда разная. Да, у меня такая солидная, прикольная кофточка, а у тебя какая-то белая футболочка из секонд-хенда. Но не будем об этом. Пожалуй, мы лучше расскажем подписчикам о том, как на этом сервере можно получить паспорт. Санек, расскажешь ты? Ну, собственно, да. В общем-то, как только вы первый раз заходите на сервер, вам нужно именно бежать сюда в мэрию и получать паспорт. Вы сюда прибегаете, в общем-то, и видите вот такой вот восклицательный знак, так сказать. Вы наступаете на него, и вам предлагают, так сказать, заплатить 200 долларов, чтобы получить паспорт. И да, кстати, помните, я в прошлом летсплее говорил, что нужно купить паспорт, а Андрей сказал получить. Так вот, я считаю, ну, теперь я точно убедился, что его надо именно купить, потому что мы отдаем 200 баксов за него. В общем-то, вы наступаете, платите 200 баксов, и вам нужно будет после этого ждать реальных 10 минут, пока вам его сделают. Собственно, это все как в реальной жизни, в принципе, вам же просто так быстро, через 3 секунды, и никто паспорт не даст. Вот так же и тут. Ну, лично говоря, мы с Андреем тут бегали, болтали, пока эти 10 минут не прошли. В общем, они были незабываемые. Ну, по поводу паспорта, хотелось бы немножко тебя поправить, Санек. Мы 200 баксов не впустую тратим. Ты в реальной жизни-то паспорт уже получил, да, нет? Конечно. Я аналогично. Так вот, я тебе объясню. Когда ты получаешь паспорт, ты же оформляешь какие-то там документы, фотография, свидетельства какие-то, все дела. Ну да, тут таких заморочек. Разумеется, придется немного затратиться на всю вот эту вот бюрократическую херню. Так что, в общем-то, это объясняет наши затраты в виде 200 долларов. Ну да ладно. Ну а сейчас мы, пожалуй, отправимся с Саньком на работу, ибо самое время немножко поработать, заработать деньжат и, как следует, что называется, оглубиться в мир Абсолюта путем поиска работы. И мы с Саньком уже даже решили, на какую работу мы с тобой пойдем. Знаешь, где мы с тобой будем работать, Санек? Продавцами или разводчиками продуктов, вообще не помню, как это формулируется, но вроде что-то связанное с продуктами, в общем-то. Это да, это, короче, продавец, так скажем. Да, продавец. Мы пошли в мэрию, зря мы из нее вышли, нам надо вернуться обратно, нам надо устроиться на желтеньком пикапчике. Собственно, вот видите, тут сразу вывеска устройства на работу, и вот сюда вы подбегаетесь. Ну я уже устроился, видите, я уже устроен на работу, продавец еды, уволится, в принципе. Сейчас я устроюсь еще разочек. Вот видите, продавец еды, это с первого уровня доступно, так что как только вы сюда зашли, можете поработать именно продавцом как раз-таки. Дабы чем-то себя, так сказать, занять и подзаработать, конечно же, деньжат. Что, собственно, я снова устроился, и поэтому побежали уже работать. Точно сказать не могу, сколько вообще можно заработать на этой профессии. Я сомневаюсь, что какие-то уже очень крупные деньги, ибо профессия для новичков, но тем не менее, хоть что-то здесь подзаработать можно. Кстати, насчет этой профессии, мы сейчас узнаем как раз-таки сколько можно на ней заработать. Вот. Подожди-ка, Санек, пропиши команду слэш GPS. Автостоянки. И спускайся в самый низ, здесь будет разводчик еды ЛС, то бишь Лос-Сантос. Собственно, чуваки, просто так вам работать никто не даст разводчикам еды, так как нужно найти еще и фургончик, собственно, по разводке этой самой еды, чтобы ее продавать. Мы сейчас отправляемся на поиск этого самого фургончика, я уже понял, где это место находится. Все, Санек, побежали за мной, нам придется чуть-чуть пробежать, и мы выйдем. Вот этому месту, кстати, вон как раз наш, скажем, коллега на фургончике поехал. Логмага, Лодмага, ну ладно, фиг с ним, с этим магой, побежали, побежали, будем работать, зарабатывать денюжки. Собственно, эти фургончики есть во всех городах штата, поэтому как вам угодно и где вам угодно можете вы работать, собственно, этим самым продавцом еды. Ну мы будем работать в Лос-Сантосе, ибо здесь больше всего, так скажем, клиентов, ибо Лос-Сантос самый заселенный город на сервере. И вот, я вижу это самое место, мы можем взять с тобой сосисочный фургон, можем взять машину с мороженым. Я возьму сосисочный фургон, ибо мне он больше нравится, а ты бери, ну, тебе, собственно, выбора-то не остается, придется брать машину с мороженым. Мороженое, кстати, кое-что напоминает, но это, в принципе, уже для кого не секрет. Не смотрите просто. Ну, хоток тоже отдаленно кое-что напоминает. Ладно, для начала работы нажмите плюсик на нумпадовке. Нажимаем плюсик, начать рабочий день, выбрать, собственно, все. Рабочий день начат. Нам надо искать клиентов и, собственно, продавать им продукцию. Вот только каким образом продавать продукцию, непонятно. Почему-то не высветилось никакой команды. Так, начать рабочий день, выбрать, все. Где будем, кстати, останавливаться, как думаешь? А я думаю, мы с тобой будем торговать на респе, ибо там самый-самый большой наплыв народа. Вот, кстати, респа, по-моему, четвертого левела или третьего. Там есть респа первого левела. Пока что давай заедем сюда, может, здесь кому-то нужен хокдок. Я не знаю, сейчас посмотрим. Нам главное хоть кому-то хоть что-то продать. Тут вообще никого нет. Кстати, чуваки, мы работаем продавцами продуктов только потому, дабы вам показать, как тут можно, так сказать, жить на первом левеле. Андрей шестой, я третий. И, конечно же, в будущих летсплеях мы будем показывать вам более новые профессии. Ну, как новые, просто другие именно профессии будем показывать, как они вообще тут обустроены, все дела. Посмотри, у нас тут есть чувак, очень похожий на клиента. И каким образом ему продавать-то? Сейчас напишу в бетчат. Тот-то мне подсказывает, что он просто хочет сесть к тебе в фургончик. Жми что, L, 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 кое. А, P, жми. Жму P, ничего не происходит. Возьми у меня. Понятно, протупили мы с тобой, упустили клиента. Слушай, а я еще понял. А может, тебе клиент должен именно сесть в машину, а потом ты нажимаешь P, и там высвечивается типа продать вот это все дело. Вполне возможно. Я просто машину закрыл по привычке. Ну ладно, я ее открыл, теперь вот все, без проблем, собственно. Ладно. А, нет, P, это же G английская, типа, чтобы сесть в машину. Понятно, немного другая ситуация. Это он должен сесть в машину. Да, скорее всего, именно в машине можно будет ему продать. Туда заехать нереально. Сейчас надо будет что-нибудь придумать. Можно как-нибудь вот так вот подъехать. Да, впрочем, ладно, нас бомжи видят. В случае чего они к нам подбегут. Я, правда, немножко схитрю. Я подъеду вообще вот так. Ай, блин, Санюк, я немножко протупил. Зачем им у нас покупать хот-доги, если у них есть бесплатная еда на респе? Дело в том, что эту самую бесплатную еду можно есть всего один раз. То есть, ты, например, ее взял, перекусил, а потом тебе пишут, что ты, типа, не голоден и больше не сможешь съесть еды. У меня такое было, когда я хотел восполнить Хакпедастан, но восполнил лишь до 70, так как, типа, я не голоден. Понимаешь? Ну, кстати, за нами какой-то Данил бежит. Может, он к нам сядет. Ну-ка, чувачок, садись. Так, ну что, у тебя что-то высветилось? Ага, да, у меня сразу высветилось. Как только чувак ко мне сел в машину, тут высветилась цена от 10 баксов до 200. Так, давай по минимуму. Можно указать цену. Ну, да, давай продавать по минимуму, дабы у нас покупали 10 баксов. Да, ты предложил Даниле Козлову купить еду за 10 долларов. И он сразу же вышел. Может, он ко мне сядет и у меня купит? Я не знаю, сейчас посмотрим. Вот он сейчас ко мне садится или не садится? Не знаю, я ему посигналю. Собственно, может, он у меня ее и купил, я точно не знаю. Но у меня ничего лично не высветилось, кроме предложения именно о покупке. О продаже, о покупке, все дела. Так, все понятно. Все с ним понятно. Сейчас он напишет по-нормальному. Мы поймем, что от нас наш маленький, бедненький Данил... А, да, я поработаю. Пошел он нафиг, поем, бля, отсюда. Очень уж умный этот Данила. В общем-то, чуваки, вот так и работают продавцы еды на этом сервере. Слушай, предлагаю поехать на ферму. На ферме много-много голодающих бомжей. Собственно, именно там мы их и будем кормить. Ты это, кстати, видел? Сейчас едем на ферму, а именно куда? На какую? Или тут только одна ферма? Тут одна ферма, насколько я знаю. И мы на нее уже приехали. Бомжа здесь, видимо, не видимо. Вон один бежит. И все, по-моему, здесь всего один бомж. Ему, конечно же, обязательно надо похавать. Посмотри. На радар, посмотри, на радар. Посмотри, смотри, сколько тут бомжек. Ну, в принципе, не так уж и много, но достаточно, я думаю. Может, кто-нибудь сядет из них. Вот ко мне чувак сел. Э, что он делает? Он меня пытается выбросить из машины. О, господи, ну это же бомжи. Привыкай. Так, секундочку. Выбрать. От десяти. Десять, десять, десять. Давай, покупай. У меня почти получилось продать бомжуху док, но... Подвезешь? О, господи. Я что, таксист, что ли? Собственно, я могу, кстати, применить свои навыки, как на адвансе на шахте. То есть, самореклама, так сказать. Пишем в чат, именно, чтобы кричать. Я не знаю, как тут S или B. Как кричать именно, я не знаю точно. Может, S. Проверим. И, в общем-то, покупайте еду. Будете здоровы, например. Просто. Блин, бесячие бомжи. Просят их подвезти. Я кричу, типа, вкусные хот-доги. Ну, бомжам пофиг на хот-доги. Собственно, вот такая вот самореклама часто работала именно на шахте, на адвансе. Слушай, мы можем с тобой съездить на шахту, а можем съездить в еще какое-то людное место. Можем на мэрию, в конце концов, поехать. Там тоже дофига людей. И все-все-все хотят есть. Поэтому, почему бы и нет? Мы с тобой просто будем кататься по этому серверу и предлагать хот-доги, если не всем, то многим. Кстати, у нас тут блокпост с ментами. Ладно, фиг с ними, с ментами мы их просто объедем. Кстати, мент там типоватый немного. Покажи те документы. Ну, ладно, неважно. Кстати, чуваки, как раз-таки мы вам сейчас показали ферму. Вы тоже тут можете работать, собственно, если вы первый левел, только зашли. Если вам, конечно же, не хочется работать продавцом продуктов. Потому что, как я вижу сейчас, эта профессия не очень прибыльная. Да. А вот на ферме или же на шахте, я шахту не видел, но Андрей сказал, что она тут есть. В общем-то, на шахте тоже можете вы заработать, и там 100% у вас будет зарплата. Что касается фермы или шахты, то там зарплата стабильная. И в любом случае ты ее будешь получать за проделанную работу. А вот что касается продавца хот-догов, то тут все зависит only от рандома. Повезет, прибыль будет большой. Не повезет, прибыли не будет вовсе. Поэтому здесь все не так-то уже просто, и приходится вот так вот вылавливать момент. Мэри, кстати, маловато народу, но я все равно припаркуюсь. Мало ли, вдруг кто что-нибудь купит. Я буду только рад. А ты сейчас... А, ты, собственно, за мной ехал, да? Да, мой фургончик очень медленный, и твой побыстрее, поэтому я немножечко отстал. Собственно, я народу тут тоже не вижу, в принципе. Вон бомжи всякие на великах. Странно, однако, но вон еще один бомжик. Не думаю, что ему нужно похавать. О, кстати, вон наш конкурент, Санюк, обрати внимание. Еще один сосисочник находится прямо по курсу. Что мы с ним сделаем, Санюк? Конечно же, подпортим ему жизнь. Мы сломаем тебе жизнь, дорогой сосисочник. Я ее уже немножко сломал, я в него врезался. А, так, это наш подписчик, Санюк. А, ну все, тогда извините. Да, я вспомнил, это тот самый наш подписчик. Ну ладно, тогда... Тогда привет тебе, чувак, и пока... Тогда мы его переманили на свою темную сторону, поехали продавать хот-доги на респе. А может, все-таки поедем на шахту, дабы показать людям, что там вообще творится, как там работать? На ферме-то понятно, там какие-то кусты были зеленые. И там надо было собирать с них урожай, так сказать, чтобы продавать потом. А что на шахте? Ну, поехали на шахту, плюс рядом с шахтой находится лесопилка. Ты вообще видел лесопилку? А, и лесопилку не видел. Давай и съездим, собственно, покажем. Собственно, почему бы и нет, съездим, покажем, сами посмотрим. Собственно, место расположения шахты стандартное. Народу там, кстати, много. А ну поехали, попробуем поторговать. Да, да, кстати. Там уже, кстати, что-то взрывается. А-а-а! Угадай, кого взорвали нашего старого доброго друга. Того самого конкурента. Как говорится, а-за-за. Как сказал Ницше, а-за-за, лалка. Все, продаем хот-доги. А, повторное сообщение нельзя, что ли? Вот так вот можно. Все, давайте, пацаны, покупайте, покупайте. Что-то мне как-то казалось, что их больше. Их на самом деле вообще нифига, их очень мало. Давайте, пацаны, покупайте. О, у меня, кажется, будет сейчас клиент. Джейсон Найк. Давай, Джейсон, Джейсон, Джейсон. Итак, Нео Гейм, он сел ко мне в машину. Продам, пожалуй, ему за 20 баксов. Да хоть за что-нибудь уже продавали. Отлично, отлично. Вы продали Нео Гейму еду за 20 баксов. У меня 20 баксов выручки, Андрюша. Ура, поздравляю. А у меня сейчас... Что у меня? Ко мне снова сел Нео Гейм. Я ему за 100 баксов продам. А за... Ко мне сел Лод Мага. Я ему за десятку продам. Давай, покупай Лод Мага. Ура, у меня тоже есть выручка. У меня уже выручка 120 баксов. В принципе, ладно, я беру свои слова назад частично. Потому что и правда, где много народу, у которых мало хп, те, конечно же, купят еду даже за 200 баксов за максимальную сумму. Офигенно, вот, пошла наша прибыль, собственно, вверх. Таким образом, можно действительно заработать дофига денег. Ай-яй-яй, Лод Мега, он меня забрал... Лод Мега, точнее, забрал мой фургончик, мразь. Не забрал он фургончик, не забрал. Тут все нормально. Все нормально, кстати, я сейчас Джейсону Найку продам. Продам-ка я ему за двадцаточку, давай, Джейсон. Покупай, покупай, Джейсон. Ура! Еще плюс 20 баксов. А у тебя, я вижу, Феник Феникс. У тебя какой-то. Ага, за 100 баксов продам ему. Отлично, 220 баксов в выручке, чувак. Все, отлично, прибыль пошла вверх, Санек, поздравляю. Мы раскусили этот бизнес и теперь станем миллиардерами. И да, кстати, знаешь, как работает бизнес? Ты сначала продаешь продукты за довольно-таки маленькую сумму. Потом, когда у тебя много покупателей, ты постепенно повышаешь. Ну, я резко скакнул, так сказать. Сначала 10, потом 20, потом раз, 100. Опять 100. Я Джейсону Найку три подноса продал по полтиннику и один поднос за двадцатку. То есть, в целом, я на нем срубил почти 200 баксов. Это офигенно, Санек. Прибыль пошла вверх. Мне даже немного жалко нашего подписчика, Андрея Гонсаля, который, походу, не заработал ничего, судя по тому, что он одиноко стоит в сторонке, и судя по тому, что у него машина закрыта. По всей видимости, так оно и есть. Собственно, у меня уже два человека купил за 100 баксов еду, и если я еще раз продам за 100 баксов, пожалуй, повышу до 200. Так работает бизнес, как говорится. Давай до 150, Санек. Все-таки надо градус повышать постепенно. Я не вижу границ, Андрюша, я не вижу границ. Поэтому буду... Начало за 100, а потом раз за 200. Ну ладно, Санек, флаг тебе в руки, вон к тебе от мага сел. Какие же все-таки бомжи-дебилы просто. Я не понимаю, ну зачем выкидывать человека из фургона? Он же работает. Я же им все-таки не порчу жизнь на шахте. Пускай и мне не портят работу. Кстати, нет, стоп-стоп, купи-купи, пожалуйста, купи. За двадцатку покупай. Владимир Глушко, он сел, вылез и... Он, похоже, не купил у меня ничего. Ничего, он сейчас у меня все купит, давай-ка. Ой, бомжики, бомжики. Андрей, поехали отсюда лучше. Серьезно, тут бомжи какие-то неадекватные. Они... Едем. Все-все, забей, забей на этого лодомагу. О боже, нет. Меня, кстати, выбросило из машины после того, как я... Врезался в бомжа. И снес ему немножко хп-шек. Это так тебе, на заметку. Не надо врезаться в бомжей с носителем хп-шки. Лод Мега посчитал меня таксистом, потому что написал «Едем лесопилка». Ну ладно. Да нам все равно так-то надо на лесопилку. Да, 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 я и говорю, нам надо на лесопилку, поэтому пускай едет. Сделал ему доброе дело, хоть он меня и выкидывал из моего фургончика. Да, бомжик хоть и злобный, но мы-то не какие-нибудь там тупые школьники. Мы добрые люди с большим-пребольшим искренним сердцем. И мы всегда рады помочь бомжу, протянуть ему руку помощи в тяжелый для него момент. Вот так-то, Санек. Такие вот дела. Ну что ж, чуваки, теперь вы увидели, как тут работает шахта. Стандартно довольно-таки она работает. Если вы хотите, едьте сюда и работайте. Собственно. Но сается лесопилочки, Санек, то она маленькая и неказистая, но тем не менее бомжи на ней работают активно, активно. Да, вместо топорова бензопилы, нормальненько. Только это всего лишь макет бензопилы, кого-нибудь за бензопили этой бензопилой не получится, Санек, ты уже не извиняй. Это я знаю, потому что никакого даже звука нет. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так, вкусные хот-доги. Короче, я закрыл фургончик свой, дабы никто не садился. Все равно тут народу мало, никто не купит. Ну, в общем, это вот такая вот лесопилка недалеко от шахты. Если хотите, то работайте здесь. О, самые вкусные хот-доги у Макса Кондора. Это подписчик. Добрый подписчик, который жертвует своим бизнесом ради благополучия моего бизнеса. Не, ну, в принципе, тут вообще бомжей нет, поэтому никто бы даже не купил ничего. Ну, ладно, 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 да бомжи-то есть, но бомжи либо сытые, либо настолько бедные, что не способны купить абсолютно ничего. Кстати, Санек, а это ведь долбанный Мемориал Вашингтона. Тот самый, который находится в Америке. Его уже перенесли сюда. Интересно. Слушай, мне эта шняшка нравится, Мемориал Вашингтона. Практически такой же, как в Америке. Насколько я знаю, в Америке вроде как можно в него зайти и подняться наверх. Здесь вроде как нельзя. Ну, ладно. Текстурка, по крайней мере, любопытная. И, в принципе, как туристический объект сервера Абсолют Роллплей, в принципе, окай. Плюс серверу засчитан. Насколько я знаю, этих туристических объектов на Абсолют Роллплей довольно-таки много. Я слышал, Эльфи в Башне, что ли, есть? Есть, есть. Я ее лично видел. И даже показал в одном из своих вот сплеев. Еще тогда, когда без тебя здесь снимал. Ну вот, собственно, так что вы можете не только тут работать на шахте, там, на ферме или на лесопилке, но еще и поездить и посмотреть. Можете отыграть РП роль туриста, пацаны. Или фотографа, там, например, какого-нибудь. А потом зарабатывать деньги, продавая через МИ фотографии вот этих вот красивых мест. То есть, в принципе, главное это ИРП. А применение ему найдется. Такие вот дела. Ну, я думаю, в следующий раз, как не то, мы на Эльфи в Башне посмотрим. И да, кстати, мы с тобой, Андрей, показали вообще, что можно делать, так скажем, на этом сервере. То есть, выяснили, что продавец еды как-то, но немножечко так прибыльная профессия. Слава богу, хоть за фургончик платить не надо, но я заработал вроде бы 220 баксов. Ну, немножко так прибыльная. Я что-то типа того заработал. И, в общем-то, мы с тобой не сказали, сколько зарабатывают фермеры, шахтеры и те, кто работает на лесопилке. Это все есть в моем самом первом летсплее на этом сервере. Сейчас я точно не скажу, ибо не помню, но, в принципе, прибыль есть. И это хорошо. Ну, собственно... И она побольше, чем у хотдогера, скажу сразу. Но это понятное дело. И да, если вы хотите узнать цены, собственно, то смотрите первый летсплей Андрея. Ссылка в описании. Ну, я думаю, можно закончить на этом наш летсплей, да? Да, почему бы и нет. Всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей, со мной был Санек. Да, Санек Старгейм был с вами. Чуваки, регайтесь на наши ники обязательно, дабы... Да, ну-ка. Регайтесь, регайтесь. Дабы нам деньги были, и мы такие опасные были. Ну, всё, ладно. Всем пока, короче, и счастливо.